здравствуйте уважаемые вязальщицы и гости моего канала меня зовут аурика и я хочу сегодня показать вам как сменить нить в середине вязания без утолщения полотне и как потом незаметно это ниточки спрятать вот мы довязали у нас закончилась нить нам надо ее сменить вернее дополнить как мы это сделаем смотрите каждая ниточка состоит из множества других ниточек моя допустим состоит из вот таких вот четырех мы ее разделяем прям до самого конца так вот мы разделили на две такие вот равные с количеством нитей ниточки также мы поступим из ниточка которую нам надо присоединить также делим на 2 и 2 все вот мы разделили кончика будет достаточно что мы делаем мы берем вот эту ниточку вставляем хвостик и тупую ниточку нашего изделия присоединяем вот вот таким образом этот хвостик и этот остается то есть вот так вот мы взяли и присоединили теперь мы берем наше вязание и немножечко вставляем это подтянем к себе и начинаем вязать как только мы дошли до того момента где вот у нас закончилась наше рассоединение мы все ниточки оставляем вот они от этой нити кончика то есть который мы вязали мы оставляем и продолжаем вязать уже ниточка и от кубка смотрите вот в этом моменте вот у нас ничего не поменялось ниточка осталось битов без утолщения сейчас я провяжу еще немного и покажу как это будет выглядеть я немножко прорезала вот вот в этом месте у нас произошла смена полотна то есть смена нити полотне и смотрите нету не утолщения не изменения каких-то вы всегда можете ниточку подтянуть если вдруг она выбилась потом мы еще с вами и все это красиво спрячем и так прячем кончики я вам покажу несколько вариантов а вы выберете для себя наиболее подходящий который вам больше понравится ну начнем с этой вот ниточки нам понадобится иголка мы берем наш вязание и вот таким вот образом по диагонали начинаем заводить нашу иголочку и двигаться также можно и и вниз просто вот так заводим по диагонали нашу иголочку и вытягиваем нитку поправляем все видите ниточка спряталась этот кончик можно обрезать можно сделать вниз давайте покажу как еще вниз сделать также вот заходим по диагональ ки так вот все вытягиваем ниточку даже под кончик не пришлось обрезать все она спряталась вот по этой стороне видите никаких изменений по этой тоже ровненько все красиво сейчас вот с этой длинной покажу еще один способ здесь мы уже будем ее сшивать каким образом вот что заводим не сюда и вытягиваем потом пропускаем вот эту и вот так пропускаем идем сюда и возвращаемся вот в эту ну как бы повторяем наши изнаночные петельки так вот мы пришли пропускаем сюда и опять возвращаемся и вернулись натяжение пошли вот наша была краска отрезаем ниточку смотрим ничего не изменилось наш такой же ровное полотно можно также прошивать не только в одну сторону сейчас покажу как сделать в обратную сторону так вот здесь мы делаем вот сюда и сюда вернулись как бы раз так и сюда сюда вернулись сюда не затягивайте чтобы у нас потом на полотне с обратной стороны это не отразилось все мы все ниточки вот если присмотреться не знаю вам наверно если приблизить вот мы пошли здесь по диагонали ниточку протянули и здесь протянули ее по диагонали здесь мы ее прошили повторите наши изнаночные петли теперь посмотрите на полотно с лицевой стороны здесь наверное немножко под затянуло но это все справляется так что вот таким способом можно спрятать ниточки в середине полотна и не переживать не делать узелки или петельки или как-то провязывать в две нити то есть мы условно берем расщепляем до ниточку из полотна на равное на равное количество нитей и отмотка мы тоже расщепляем на равное количество вернее нитей и когда мы вяжем мы берем вот эту ниточку и ниточку от полотна и вот таким способом накладываем их одну на другую и провязываем так петельки 3 до того момента пока мы не дошли до разъединения нашей нити отма . мы потом просто оставляем все нитки и вяжем дальше а потом хвостики прячем надеюсь это видео было для вас полезным до новых встреч